Чудесные явления Железный лом плывет скользя А рыба утопает Порой не верится, друзья И все-таки бывает Порой не верится, друзья И все-таки бывает Да в море надо стойким быть Находчивым без меры И лично я бы мог служить Тому живым примером То, что изведал в жизни я Конечно, удивляет Порой не верится, друзья И все-таки бывает Порой не верится, друзья И все-таки бывает Есть в мире много разных стран Где якоря бросал я Друзья, я врунгель капитан И этим все сказал я Мне в правде отказать нельзя И это каждый знает Порой не верится, друзья И все-таки бывает Порой не верится, друзья И все-таки бывает И все-таки бывает, и все-таки бывает. Я, пожалуй, расскажу вам о кругосветной парусной регате, в которой мне довелось участвовать. Началась эта история в далеком зарубежном городе. Уважаемые джентльмены, имею честь сообщить вам, что наш клуб впервые в истории парусного спорта решил провести международную регату для одномачтовых яхт вокруг земного шара. Для участия в регате разосланы приглашения самым знаменитым капитаном. Да, вот так все и началось. В те времена я уж давно не помышлял ни о каких путешествиях и преподавал навигацию в мореходном училище. Вот при этих условиях и нужно определить координаты корабля. Лом! В чем дело? Где вы? Я потерял ручку, Христофор Банифатич. Прошу к носке и не забывайте, у вас переэкзаменовка. Христофор Банифатич, вам международное. Прославленный капитану Врунгелю. Энландский клуб приглашает вас принять участие в кругосветной парусной регате. Лом! Хотите изучить навигацию на отлично? Хочу! Тогда пойдете со мной в кругосветное плавание на парусной яхте. Назначаю вас своим помощником. Телеграфируйте. Капитан Врунгель согласен. Лом! Сегодня же приступайте к постройке яхты. Друзья, нашей яхте предстоит большое кругосветное плавание. Мы сделаем все возможное, чтобы главный приз регаты стоял в нашем морском музее. Поднять паруса! Отдать носовой! Отдать кормовые! Полный вперед! В чем дело? Почему стою? Полный вперед! Набуксири, прими конец, черт побери! Капитан! А-ну, еще разок! Капитан. Старший помощник лом, вы какой лес поставили на борта? Самый лучший, только что спиленный. А, ну тогда понятно, почему яхта пустила корни. Старший помощник лом, очистительный борт от зеленых насаждений. Неудобно как-то с усадьбой плавать. Рыбы засмеют. В море синим, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Назовите Геркулеса и скомандуйте вперед. И она без ледореза льды на полюсе пробьет. А корытом назовете, не уйдете от беды. Эта яхта и в болоте нахлебается воды. Эта яхта и в болоте нахлебается в воды. В море синим, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Вот таким образом, Лор. Да, недаром я назвал нашу яхту победа. Эй, на беде! Крестливого плавания! Скандал, непоправимый скандал. Право руля держать курс в открытое море. Спустить паруса, отдать якорь. Итак, через два дня мы должны быть на месте. Время у нас еще есть. Лор, а почему мы сидим в такой неудобной позе? Не знаю, Христофор Банепатич. А потому что прилив прозевали, а вы цепь не вытравили, ясно? Ясно, товарищ капитан. Что же нам теперь делать? Придется ждать отлива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова